Добрый день, уважаемые восьмиклассники! Сегодня мы продолжаем изучение раздела «Установление советской власти в Казахстане». Тема урока «Установление национальных автономий». При изучении данной темы мы должны перейти к ответу на поставленный проблемный вопрос «Почему идеи правительства Лошарды и туркестанской автономии не были реализованы?» и «Выполнить следующие цели обучения». Оценивать значения образованных в Казахстане национальных автономий. Анализировать роль и деятельность казахской интеллигенции. После победы Октябрьской революции правительство большевиков во главе с Ульяновым Лениным приняло документы Декларация прав народов России. Обращение Совета народных комиссаров ко всем трудящимся мусульманам России и Востока. Эти документы провозглашали равенство и суверенность народов бывшей Российской империи, право на свободное самоопределение вплоть до отделения, отмену всяких национальных и религиозных привилегий и ограничений. Идея самоопределения нации вплоть до отделения вызвала симпатии и большие надежды на установление национальной государственности народами бывших российских колоний. Общественно-политические силы национальных окраин России предлагали различные варианты государственного устройства страны. Среди казахской демократической интеллигенции наметились две модели. Первую представляли лидеры партии Алаш, которые считали необходимым создание равноправных национальных автономий в составе будущей федеративной демократической России. Туркестанские федералисты, напротив, считали, что Туркестан должен быть единым, неделимым, самостоятельным государством, в составе которого могли быть несколько автономных уалаятов, так как население края было многонациональным – казахи, киргизы, узбеки, туркмены, таджики. Поэтому здесь стала преобладать идея единения на принципе исторической общности, единства культуры и языка вероисповедания. В ноябре 1917 года большевики захватили власть Ташкенте и положили начало Красного Торора, что заставило одного из видных деятелей Туркестанского края Мустафу-Чукая покинуть Ташкент и продолжить свою деятельность в Коканде. 15 ноября 1917 года в Ташкенте прошел Третий съезд Советов Туркестанского края, который избрал первое советское правительство в крае – Совет народных комиссаров. В его состав вошло 14 человек, и среди них ни одного представителя из числа местного населения. Большевики полагали, что включение в настоящее время мусульман в органы внешней краевой революционной власти является неприемлемым. Председатель Совнаркома Туркестанской республики Колесов тогда заявил, невозможно допустить мусульман верховные органы власти, поскольку позиция местного населения по отношению к нам не определена, и кроме того, они не имеют никакой пролетарской организации. Этот факт свидетельствовал о непризнании большевиками права на участие местного населения в управлении собственным краем, в то время, когда они составляли 80% от общего числа населения. В этих условиях с 26 по 29 ноября 1917 года представители национальной интеллигенции провели четвертый чрезвычайный вседорокистанский мусульманский съезд в Коканди. Мустафа Чукай писал, то, что творится в центре, заставляет окраины самим заботиться о собственном спасении Великой национальной революции. России в целом и Туркестану, пережившим Октябрьское кровопролитие, надо заботиться о своей собственной судьбе. В работе съезда приняло участие более 300 делегатов. В числе активных участников был Алихан Букиханов, Мухаммеджан Теншпаев, Мустафа Чукай и другие. Решениями Всетуркестанского съезда стали следующие положения. Образование туркестанской автономии, которое получило название Туркестане-Мухтариат в составе Российской Федеративной Демократической Республики. Поскольку местом проведения съезда и пребывания руководящих органов автономии стал город Коканд, она получила еще название Кокандской. Законодательным органом должен был стать Временный Совет в количестве 54 человек. Исполнительным – Временное правительство из 12 человек, 8 – представители коренного населения и 4 – представители других народов. Определился и состав национального собрания, в которое должно было войти 54 депутата, из них 11 – представители Семереченской и Сарданинской областей, относящиеся к Казахстану. Ислам был провозглашен государственной религией туркестанской автономии. Первым премьер-министром и министром внутренних дел был избран Мухаммеджан Танашпаев, которого после отставки сменил Мустафа Чукай. Новое правительство понимало предстоящие трудности нового государства. Мустафа Чукай писал «Построить сходу полнокровное государство нелегко. Нет для этого ни кадров, ни опыта. И главное – нет армии, чтобы защитить будущую автономию. Как бы ни была ослаблена Россия, она гораздо сильнее нас. С Россией мы должны жить в дружбе. Это диктует сама география. Я не приемлю политику Советов, но верю в разрушительную силу большевиков». Коканская автономия была поддержана многотысячными митингами и демонстрациями в городах и аулах края. 13 декабря 1917 года состоялась одна из таких мирных демонстраций в Ташкенте в поддержку коканской автономии. Большевики встретили демонстрантов пулеметными очередями. Правительство туркестанской автономии в январе 1918 года объявило о своем намерении 20 марта 1918 года созвать парламент Милий Мажлис. На основе всеобщего, прямого, равного, тайного голосования две трети мест в парламенте предназначались мусульманским депутатам, одна треть – представителям немусульманского населения. Такой парламент сплотил бы всех туркестанцев и стал бы непреодолимым препятствием для большевиков. Таким образом, на территории туркестанского края образовались два параллельных правительства – революционное и национально-освободительное, которые были противоположны, по своим взглядам, на будущее устройство и развитие туркестанского края. В это же время, с 5 по 13 декабря 1917 года, в Оренбурге прошел второй общеказахский съезд. Организаторами съезда стали видные деятели партии «Алаш». Председателем съезда был избран Бахтагирей Кулманов. На повестку дня были вынесены следующие вопросы. Автономия областей, создание народной милиции, образование национального совета, развитие народного образования, создание национального фонда, создание народного суда, аульное управление. Но центральным на съезде стал вопрос о создании автономии. Доклад об автономии сделал Алихан Букиханов. Его доклад и вопрос о казахской автономии были переданы на рассмотрение особой комиссии. В результате работы комиссии Алимхан Ермеков, один из будущих членов Алашарды, писал «12 декабря в 3 часа дня провозгласили автономию. Назвали ее «Алаш». Все казахи обрели государственность, подняли флаг «Алаш». Это исторический день». Кроме того, съезд постановил создать правительство автономии, которое получило название «Алашарда». В состав должно было войти 25 человек. Из них 10 мест было представлено представителем от некоренного населения. На альтернативной основе прошли выборы председателя Алашарды. На эту должность были выставлены 3 кандидатуры Алихан Букиханов, Бахтагирей Кулманов, Айдархан Турлыбаев. Путем закрытого голосования большинством голосов победу одержал Алихан Букиханов. Местом пребывания Алашарды был выбран город Семипалатинск. Одним из первых указов Букиханова стало постановление о наборе народной милиции. Каждая волость должна была направить в нее по 30 человек. Создание милиции происходило с трудом. Не хватало оружия, питания и одежды. В некоторых аулах сопротивлялись призыву. Для содержания милиции и государственных органов на территории автономии был введен покипиточный налог. С ноября 1917 по январь 1918 года по всей России прошли выборы в учредительное собрание, которое должно было принять Конституцию будущей России. В выборах большевики не получили большинство голосов. Всего 24% голосов против 40% у правых эсеров. На территории Казахстана большинство голосов было отдано местным населением партии Алаш, особенно в Семипалатинской области. По свидетельству Алихана Букиханова, партия провела в учредительное собрание 43 депутата. В этих условиях партия большевиков принимает решение о разгоне учредительного собрания и установлении диктатуры власти большевиков. Национальной автономии, а их на территории России насчитывалось около 20, стали серьезным препятствием для большевиков в установлении диктатуры на национальных окраинах. Принимается решение об их уничтожении. С 19 по 26 января 1918 года прошла работа 4-го краевого съезда Совета в Туркестане, который принял постановление объявить незаконно Каганское автономное правительство и арестовать главарей. Советское руководство предъявило ультиматум временному правительству туркестанской автономии, на которую Мустафа Чукай ответил отказом и таким образом отказался признать власть Советов. Для ликвидации самопровозглашенной туркестанской автономии из Москвы в Ташкент прибыло 11 эшелонов с войсками и артиллерией. Среди них головорезы армянской милиции Дашнак Цутун. У туркестанской автономии не было серьезной армии кадровых офицеров. В Коканде насчитывалось всего 2500 ополченцев. 6 февраля 1918 года начались боевые действия. Три дня продолжалась резня большевиками мусульманского населения. Город Кокан был разрушен и сожжен. 13 февраля 1918 года после 64-дневного существования Коканская автономия была разгромлена. Как потом писал российский революционер Сафаров, Кокан был сожжен и разграблен отрядами Красной Гвардии, Дашнаками, частями Ташкентского гарнизона. Эта операция стала на деле не победой, а поражением советской власти. В дальнейшем, вместо достаточно лояльного к России Коканского правительства, она оказалась лицом к лицу с басмачеством. Мустафе Чукаю удалось спастись от Красного Террора в эмиграции. За рубежом он сосредоточил свою деятельность на задаче широкого информирования общественно-политических и научных кругов Европы об истинном положении в Советском Туркестане, новой форме колонизации большевиками, голоде в степи и вымирании миллионов казахов. В апреле 1918 года партия большевиков установила национальную автономию КОНЕЦ 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 Продолжение следует...